В мире астмой болеют 5% взрослых, детей вдвое больше. Это число будет только расти, уверен кандидат медицинских наук, педиатр, аллерголог, иммунолог Павел Бережанский. Чтобы это предотвратить, он разработал проект «Скажи, астме нет». Как остановить рост заболеваемости, чем опасна астма? Об этом и не только. Мы сегодня поговорим. Здравствуйте, меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите программу «Формула здоровья». Здравствуйте, Павел Вячеславович. Здравствуйте, Евгения. Немножко предвосхитила нашу с вами беседу. Предлагаю начать не с проекта, а с астмы. Что же это такое, что за заболевание, чем оно опасно? Ну, астма – это у нас вообще… Многие считают, что это только аллергическое заболевание. Но с 2016 года, они уже говорили, что это гетерогенное заболевание. Это значит мультифакториальное. Очень много факторов влияет на ее развитие. И сейчас, особенно после ковида, мы же видим, что много людей, взрослых, у кого не было аллергии в течение, не знаю, всей жизни после перенесенного коронавирусной инфекции, появляется аллергический ренит, у кого-то сухой кашель, и таких людей становится больше. То есть не только аллергия влияет на реализацию астмы. Это раз. Во-вторых, у нас, если мы говорим про астму, огромное количество пациентов с легкой формой астмы, которых не диагностировано. То есть они живут и не знают? Они живут, часто болеют, у них есть абструкции, пользуются ингаляторами, пользуются небулайзерами. И все. Потому что легкую форму очень сложно установить, этот диагноз. Обычно всем устанавливаются ко средней, тяжелой или, понятно, в приступе, когда поступает пациент. И вот этих вот легких плавает огромное количество среди населения. Поэтому, по данным вообще мировой статистики, больше 20% населения имеют какие-то проявления аллергических заболеваний дыхательных путей. У нас действительно по статистике это где-то 1,5-5%, 9% по разным регионам плавает. Где лучше настроена служба, там лучше выставляется диагноз. И астма – это вообще у нас финал развития аллергических заболеваний. Если мы говорим о детях, очень часто начинается с чего? Топический дерматит, родился ребенок, водят прикормы, проявления на коже. Следующий этап развития атопического дерматита – это у нас аллергический ренит. Когда уже дети начинают реагировать на пыль, на цветение, закладывает нос. А следующий, если уже не установлен и не лечен ренит, этап – это уже бронхиальная астма. Поэтому такой вот атопический марш мы можем предотвращать еще на самых ранних этапах. Мы должны для этого, во-первых, знать факторы риска, какие воздействуют на детей. Потому что сейчас мы провели огромное большое исследование. И хочу сказать, что есть факторы риска, которые воздействуют только в определенном возрасте и только больше на мальчиков или на девочек. А давайте остановимся. Какие факторы риска? Я думаю, родителям все будет интересно. Да, это вот очень… и очень для нас было очень интересно. Если мы говорим о детях до 5 лет, самые важные факторы риска – это прием парацетамола и антибиотиков на первом году жизни. Если пациент принимал больше двух раз эти препараты… Именно парацетамол. Парацетамол и антибиотики. Если принимал больше двух раз, это значит у него фактор риска в 4 раза выше развития аллергических заболеваний. А второй фактор такой интересный получился, как материнская депрессия и трудности психологического состояния. И эти факторы мы получили на всей Московской области, посчитали как раз статистику. И мы тут долго думали, как же это взаимосвязано. Понятно, если мама находится в стрессе, в переживании, ребенок же маленький все это чувствует. Он из-за этого тоже переживает. И у него неправильно формируется состояние нервной системы, вегетативной, нейромедиаторы, которые выделяются. И неправильно вообще даже работает… То есть по-простому сказать, даже кишечник и живот работают неправильно. Неправильно прикормы вводятся у этих детей неправильно. Это вот такие вот факторы до 5 лет. Очень интересные факторы получились у подростков. Самый главный фактор, и он вообще больше всех факторов во всех возрастах, старше 13 лет, это 2 часа и более работы за компьютером. Это бич 21 века, потому что дети сидят. Проблема вообще в чем? Ребенок, когда сидит за компьютером, во-первых, подростки сидят неправильно. Кто ногу подложит под себя, кто там согнется в три погибели над клавиатурой, еще с чем-то. Это раз. В этот момент он дышит неправильно. Но когда мы садимся работать за компьютер, экран статическо-электрическо притягивает на себя пыль. На клавиатуре везде пыль. Ну, я никого не знаю, кто когда садится, начинает пылесосить себе клавиатуру, рабочую стопу. Я тоже не видела. И вот этот фактор вообще в 5 раз в подростковом возрасте увеличивает риск развития аллергических заболеваний. И вот так вот в каждом возрастном периоде есть факторы, которые конкретно на них влияют. Например, поздно ввели ребенку прикорм, после 5 лет это фактор риска развития аллергического того же ренита. Очень интересная тема с материнской депрессией, потому что некоторые уверены, что это в принципе современная женщина придумали, а раньше-то в поле рожали, и вообще все прекрасно было. Ну, раньше, может, и не было как раз вот депрессии, а депрессию, понятно, что мы живем в 21 веке, вот современная жизнь заставляет жить в таком активном, не знаю, ритме. С утра встал на работу, поработал, дома дети, уроки, занятия. И вот это все изнашивает нашу нервную систему. Понятно, сначала организм сопротивляется, пытается как-то восстановить, но когда уже не хватает защитных сил организма, тогда это все переходит вообще в депрессию. Это раз. А во-вторых, депрессия, в свою очередь, влияет на функциональное состояние организма. Человек постоянно уставший. Человек, не знаю, можно сказать, ничего ее не радует. Очень тяжело происходит коммуникация, взаимодействие, не знаю, с детьми, соседями и так далее. То есть это полная такая вот апатичность, это, наверное, как Обломов просто лежит и о чем-то думает. И думает, надо бы это сделать, но сил даже нет. С всей совестью мучается, что хочется, но не получается. Да, ну вот это вот очень интересный фактор. И вот современные факторы проживания в городе, возле электробольших путей, возле автомагистрали, это тоже сильно влияет как раз на развитие аллергических заболеваний. Получается, половину этих факторов из своей жизни мы исключить никак не можем, потому что из города в деревню переехать, ну, наверное, можно, но вряд ли кто решится. Что делать и как быть? Это значит, что мы обречены или какие-то варианты все-таки есть? Нет, ну, если мы говорим о факторах риска, мы их можем разделить на такие, которые неуправляемы. Понятно, там, национальность, пол, отягощенный, там, анамнез, что у родителей есть аллергия, мы здесь управлять не можем. Есть полууправляемые факторы, так, частично управляемые. Это, там, беременность, чтобы было доношенное, чтобы было здоровье детей, которые родились, чтобы за ними следить. Здесь нам надо, конечно, давать какие-то советы организаторам здравоохранения, потому что они больше медицинские, социальные. И если улучшить эти моменты, тогда вот этих факторов тоже уйдут. А есть управляемые факторы риска. Ну, банально, фактор риска – это вот нахождение у компьютера, да, это мы можем контролировать. Правильное питание, введение прикормов, да, это без проблем можем контролировать. Моменты такие, как, не знаю, прием витамина Д. Низкий прием витамина Д, концентрация меньше 30 – это большой фактор риска развития как раз не только аллергии, а заболеваний. Потому что этот витамин у нас регулирует наш ответ, иммунный ответ организма как раз на вирусы и бактерии. И вот таких факторов много. Надо стараться их контролировать и нивелировать. Поэтому, ну, это вот работа, наверное, вот с педиатром, да и родители сами могут черпать эту информацию. То, конечно, надо черпать из правильных нужных источников. А еще лучше участкового врача наверняка можно все это узнать. Если, например, да, был поставлен ребенку взрослым диагноз астма, это на всю жизнь или без лечения возможно? Если мы установили ребенку до 18 лет диагноз бронхиальная астма, во-первых, у нас в России диагноз до 18 лет снять нельзя. Снять диагноз можно, если проводятся провокационные пробы. То есть мы знаем, что у ребенка есть аллергия, там, не знаю, на пыль, и мы должны дать ему подышать этой пылью. Если он не реагирует, тогда мы можем снять. Но в России провокационные пробы запрещены. Это единственный стандарт, который можно снять. Старше 18 лет можно провести с металхолином, например, тест и снять диагноз астмы. Это раз. Во-вторых, чем раньше мы выявим бронхиальную астму, аллергические как раз заболевания, на ранних стадиях, никогда уже средне-тяжелое, тяжелое, когда легкое, когда только начинается там, например, обструкция в период вирусной инфекции, и начнем лечить, мы можем без проблем достичь ремиссии, длительной ремиссии, которая может длиться и год, и два, и десять, и двадцать, и пятьдесят лет. Поэтому понятно, что с возрастной инволюции, когда человек растет, после шестидесяти лет, шестьдесят плюс, проявление астмы уходит, потому что уже иммунитет не так активно работает. До шестидесяти надо дожить в хорошем качестве жизни, чтобы не страдал ни сам пациент, ни их семья не страдала. Поэтому рано установленный диагноз, хороший контроль приводит как раз к тому, что у нас не будет никогда обострения на протяжении длительного периода времени. А если мы говорим о тяжелой астме, если он поступил в тяжелую, то вряд ли в тяжелую астму, и мы когда-то добьемся вообще контроля. Павел Числович, ну вы такой не очень обнадеживающий прогноз сделали, что заболеваемость будет расти астмой. Но вы же и предлагаете сказать, астме нет, и для этого даже проект специально разработали. Расскажите про него поподробнее. Что это за проект и как мы астме будем говорить нет? Ну, действительно, у нас астма и вообще аллергические заболевания – это социальные болезни 21 века. Мы живем в современном большом городе, куча факторов риска, поэтому они у нас и появляются. И здесь мы можем, конечно, контролировать, нивелировать. По прогнозам ВОЗ вообще астма будет становиться все больше, больше и больше. Ну, как бы вот такая статистика, да, вот неприятная статистика. Если говорить про наш проект, действительно, она началась просто семейной историей, потому что у старшего ребенка в детстве были обструктивные бронхиты. А если 3 бронхита, 3 раза абструкция, мы всегда под вопросом, имею в виду, может быть, бронхиальная астма. И надо контролировать. И вот с этих времен, сейчас мы уже 16 лет, по сути, вот 13 лет, мы пытались все разобраться, как делать так, чтобы вот нивелировать или на ранних сроках начать лечить. И родился вот такой проект, скажи, а сменит, он такой комплексный проект. Во-первых, это образовательная часть, когда для родителей, первое, это родители, дети, у которых есть аллергические заболевания, какие-то образовательные мероприятия, образовательные лекции проводим, встречаемся. Например, кто мне пишет, никому не отказываю, встречаемся в индивидуальном порядке, обсуждаем все эти моменты. Это раз. Вторая образовательная часть, это уже для докторов. У нас сейчас есть замечательный институт, клинический институт детства Московской области, главный офис мытищем находим, и там очень часто проходят образовательные мероприятия. И там стараемся донести до всех, не знаю, мы работаем больше с педиатрами. И в Московской области, и там на каждой лекции у нас там полторы тысячи педиатров. Почти все педиатры Московской области туда включены, все, может, единицы кого-то нет. И вот это вот важная такая часть, когда уже и педиатр тоже может родителям что-то рассказать, объяснить. Вторая часть большая проекта, это у нас прибор, над которым мы работали. Сейчас мы вот с ним вышли на финишную стадию уже сертификации, регистрации как медицинское изделие. И сейчас он уже внедрен в несколько клиник. Ну и третья, вот такая вот большая составляющая. Сейчас мы работаем над программой как раз по, для телефонов, на любых платформах, программой по контролю за бронхиальной астмой, у кого есть различные будут тесты, по приверженности к терапии, по обучающим мероприятиям, когда человек может сам записать видео, прыскает баллончиком. И через там, не знаю, в течение дня врач может на сервере это посмотреть и откорректировать. Потому что неправильный прием препаратов, это 60%, что пациент уходит у нас как раз в приступы. А дети очень часто принимают неправильно, потому что торопятся это раз. А второе, дети очень стесняются. Бывает, особенно подростки, при своих одноклассниках, где-то куда-то уходят быстро. Возраст, да. Да, быстро прыснули куда-то, там даже не вдохнули в себя и быстро убежали. А препарат не попал в легкие, остался только на слизистых. И вот будет программа, я надеюсь, в следующем году, в начале года мы запустим. Потому что у нас, во-первых, в России нет ни одного какого-то аналога, чтобы можно было установить и пользоваться даже на русском языке. И вот это такая вот история, что мы сможем удаленно, не только там с пациентами Московской области, нашего района, который проживает, но и с пациентами из Хабаровской, Якутии, из других регионов, сможем вот так вот контролировать. Ну вот сейчас планируем сделать такой вот сервер, куда вот будут отправлять они видео или какие-то вот запросы. Понятно, что можно всегда улучшать, что-то делать. Дорабатывать. Но для этого сначала нужно создать, и вот первое такое предложение появится. Сейчас у нас вот первые шаги, да. Вот поэтому три таких вот составляющих этого проекта. Давайте о вашем изобретении поговорим. Расскажите. Мы уже когда-то рассказывали, но оно, я так понимаю, проходило и модернизацию, и менялось, и дорабатывалось. Да, ну, по изобретению мы уже работаем давно. Понятно, что, как я уже, наверное, рассказывал, сначала у нас оно было такое большое, размером там с пылесос, с микроволновку, но постоянно мы ее уменьшали, 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 и сейчас оно размера, ну, по сути, как молоточек, наверное, не знаю, там домашний молоточек, кто-то феном называет. Да, и сейчас мы уже как раз вышли на сертификацию до того момента, когда, во-первых, оно теперь не требует подключения там к компьютеру, никаких проводов. То есть, автономно абсолютно работает. Можно пойти хоть в лес, в лесу, соединить с телефоном, на телефоне получить все картинки, все результаты исследования. Это раз. Во-вторых, мы полностью всю оптику, все составляющие, это наше отечественное производство, производит, и вообще мы его делаем теперь все полностью в Московской области. У нас есть инженеры, которые помогают собирать. И сейчас мы выходим как раз на создание промышленного образца, когда уже готова форма. Не когда мы вручную, каждый раз на 3D-принтере делаем форму, подбираем, а когда будет уже готовая форма, и у нас есть уже договоренности с несколькими производствами, которые будут делать так уже в промышленном образце как раз. То есть уже о массовости сможем говорить. Да, но вот мы ждем как раз сертификацию, регистрацию. Вот, надеюсь, очень длительный процесс, занимает больше года, и вот, надеюсь, в следующем году мы тоже его получим. Но еще мы ждем итогов конкурса, в котором вы со своим проектом участвуете. Что это за конкурс? И вот вы уже сказали, финишная прямая. Что за финишная прямая? И кое-что от наших телезрителей тоже здесь может зависеть. Ну, мы знаем, что 5 декабря наш президент Владимир Владимирович Путин объявил Днем Добровольца, Днем Волонтера. И в связи с этим была организована большая премия, называется «Мы вместе». Это премия в сфере добровольчества, волонтерства и вообще социальной, не знаю, активной позиции граждан, которые делают любые абсолютно проекты. И вот в рамках этого конкурса от Московской области мы подавали наш проект. Конкурс идет длительно, проекты поддаются весной, и 5 декабря завершается финал. Длительно много количества этапов. Региональный этап состоит из нескольких частей, когда экспертам регионального уровня ты рассказываешь про проект, показываешь. Потому что в этом году на конкурс там больше 40 тысяч заявок изначально было подано. И вот после региональных этапов, полуфиналов осталось там 2,5 тысячи заявок. И в итоге финал там вышло до 100 проектов, ну, по разным номинациям. Отбор серьезный. Да, потому что это, опять же, престиж региона, района, раз, потому что абы кого-то уже не пошлешь. Поэтому там очень серьезный региональный отбор, потому что надо представить свою область, свой край, свой регион на достойном уровне. Потому что этот проект уже смотрят эксперты федерального уровня, представители правительства. Куратором и Голикова является, и у нас Сергей Владеленович тоже, Кириенко, куратором. И они все рассматривают проекты. То есть это вот такой высокий уровень. И это проекты, которые могут быть реализованы не только на одной территории, а могут быть везде реализованы. И буквально недавно объявили финалистов конкурса. И было интересно, конечно, это я вот не знал. И мне присылают уже это. Поздравляем, поздравляем. Думаю, чего поздравляем. А потом только кто-то один прислал уже скрин со списком, кто вышел в финал. И тогда я понял, с чем поздравляют. То есть было неожиданно. Да, и у нас номинация идет «Здоровье нации». И было очень приятно, что с Московской области в этой номинации два проекта идут. Поэтому это вот прямо очень классно, очень здорово. Горжусь за нашу область. И сейчас жители уже Подмосковья могут голосовать за представленные проекты. Да, финал конкурса заключается в чем? У нас есть этап народного голосования и этап жюри. Поэтому сейчас, да, действительно, я, наверное, попрошу жителей, вы можете проголосовать за наш проект, зайти на сайт «Мы вместе». Можно зарегистрироваться туда на форум, найти номинацию «Здоровье нации» и выбрать проект и проголосовать за нас. Но там есть и другие номинации, в которые вы можете посмотреть проекты. Вдруг какой-то проект вам откликнется, вы захотите ему помочь. Вдруг вы захотите реализовать такой же проект на своей территории. Поэтому обязательно заходите, обязательно голосуйте. Главное, да, не оставаться равнодушным. Павел Числович, мы все-таки желаем вам удачи и победы в конкурсе. Уверена, что вам, ну, тут сложно говорить повезет. Это не везение. Это вполне заслуженная работа, которая была очень сложной, очень непростой и очень длительной по времени. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. Будьте здоровы и до новых встреч на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова